ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Входу новость за гранью реальности. Гейм Ньюэлл, глава компании Valve и хозяин всея Стимус, не зашел до простого народа. Икона игровой индустрии ответила на вопросы простых пользователей на форуме Reddit. Даже про Half-Life 3. Но ответ вам не понравится. Кратко о самых интересных откровениях Ньюэлла. Лучшей игрой компании Гейм считает Portal 2, а вовсе не серию Half-Life. По его словам, за время создания Half-Life у Ньюэлла накопилось много сожалений. Все из-за того, что он был слишком плотно вовлечен в разработку и потому принимал почти все судьбоносные решения. Тут годный контент вырезали, там неверный выбор сделали, вон ту фишку с нуля переписали. В общем, результатом Гейп не особо доволен. А вот Portal 2, к созданию которой Ньюэлл имел опосредованное отношение, ему нравится. Вот уж действительно, меньше знаешь, крепче спишь. Также Гейп подтвердил, что режиссер Джей Джей Абрамс все еще работает над двумя фильмами, действия которых развернется во вселенной Half-Life и Portal. И даже намекнул, что Вэлл сейчас трудится над некой одиночной игрой. Что касается Half-Life 3, то никакой конкретики не появилось. Юл лишь посоветовал не верить всяким сумасшедшим из нижних интернетов, которые распространяют слуги об игре. В общем, не упоминайте число 3 в суе. Гейп этого не любит. Новогодняя ночь, январские выходные, православное Рождество, проводы Старого Нового Года. Если вам вдруг этого было мало и душа все еще просит праздника, то можете поблагодарить Overwatch. Есть еще. В одной из популярнейших игр современности отметят китайский Новый Год. К этому приурочен очередной ивент, который стартует 24 января. Крепитесь, огненный петух идет. Детали празднования пока не раскрывают, но догадаться об основных вещах несложно. В Overwatch завезут новые косметические финтифлюшки для героев, добавят новый режим, украсят старые карты. В общем, как всегда. Известно, что Дива и Мэй точно получат как минимум по одному легендарному образу. Наверняка и других персонажей вниманием не обделят. Учтите, что сезонные бонусы можно получить только во время ивента. Так что не проморгайте. Если что, прошлый ивент, рождественский, закончился буквально две недели назад. Почему разработчики спешат порадовать азиатских геймеров, понятно. Overwatch пользуется бешеной популярностью в главных киберспортивных державах мира. Китае и Корее. Разумеется, всем остальным странам тоже перепадет. Никаких региональных ограничений у ивента нет. Electronic Arts решила снова прогулять выставку E3. Действовать будут по обкатанной в прошлом году схеме. Замутят собственную выставку под названием Яплы. Причем компания намерена подрезать конкурентов, которые вовсю готовятся к E3 2017. Оба шоу пройдут в Лос-Анджелесе буквально друг за другом. Яплы с 10 по 12 июня, а E3 начнется на следующий же день. Как и в прошлый раз, Electronic Arts не хочет ни с кем делить внимание геймеров. Значит и линейку игр готовит сильно. Почти наверняка нам покажут продолжение Star Wars Battlefront, а также пока безымянный экшен по Звездным Войнам от создателей Dead Space. Дополнение для Mass Effect Andromeda тоже, скорее всего, представят. Ну и новые FIFA, NHL и Madden NFL это уже неизбежность. Видимо, прошлогодний эксперимент с первой Яплей выдался удачным. Так, глядишь, все большие компании с E3 разбегутся. В страшное время живем. У жуткого и одновременно очаровательного платформера Little Nightmas появилась дата релиза. Игра выйдет 28 апреля на PC, Xbox One и PS4. К слову, проект уже можно предзаказать. Ну, если вы прям на 100% уверены, что будете от Little Nightmas без ума. За раннюю покупку обещают отсыпать цифровых бонусов. Например, саундтрек, специальную тему для PS4 или, ммм, битый чайник и рваный мешок для главной героини. Ну и на том спасибо. Тем временем разработчики Injustice 2 продолжают показывать нам мужчин в разноцветных треку. На днях студия NetherRealm выпустила роскошный CG-трейлер, в котором в общих чертах обрисовала сюжетную затравку файтинга. Но главное даже не это. В ролике промелькнуло несколько героев вселенной DC, которые, надо полагать, появятся в игре. Кроме уже анонсированных Бэтмена, Чудо-женщины, Харли Квинна и других бойцов, в Injustice 2 заглянет владей Брейниак. А также целая компания друзей врагов Бэтмена, Ядовитый Плющ, Бэйн и Робин. Наконец, за предзаказ Injustice 2 дадут подраться за Дарксайда. Видимо, чтобы Супермен тоже не скучал среди всей этой мелкокалиберной шушеры. Пока до конца не ясно, будут ли все показанные герои играбельными. Не исключено, что кто-то из них промелькнет только в камею. Но мы надеемся на лучшее. Напомним, что Injustice 2 выйдет 19 мая на PS4 и Xbox One. PC в планы разработчиков не входит, но это только пока, будьте уверены. Выходные надо проводить не только с пользой, но и с болью. С последним поможет хардкорный экшен Nioh, который уже почти вышел, но не совсем. С 21 по 22 января финальная бета-игры будет доступна владельцам PS4. Ее можно будет бесплатно скачать, получить люлей от японских демонов и таки уже определиться с покупкой. Выйдет Nioh 8 февраля. Считаю, это последний шанс распробовать экшен за бесплатно. Если вдруг не в курсе, то Nioh это новый проект от создателей Ninja Gaiden. Выглядит и играется он как Dark Souls в декорациях феодальной Японии. То есть бьют тут больно, умираешь часто, но каждая победа шарашит не по-детски. Попробуйте, только нервы берегите. Если перенервничаете, есть верное средство. Российский разработчик из города Кургана пытается издать в Steam свой новый проект. Игра про ничего. Да-да, так и называется. И это чистый дзен. Вот сейчас вы видите ее трейлер. А вот сейчас несколько скриншотов. Красота неописуемая. На странице игры в Steam говорится, что проект отличается интуитивным интерфейсом, открытым миром и полной свободой действий. Описание призывает врубить фантазию. Цитируем. Включи игру и останься наедине со своими мыслями, ведь именно они твое главное приключение. Игра про ничего – это игра, где главная роль принадлежит тебе и только тебе. Чтобы проект попал в Steam, нужны ваши голоса и хвалебные отзывы. Уж давайте поднажмем всем миром и поможем соотечественнику. Ссылку найдете в описании сегодняшнего выпуска. На этом у нас все. Новый Fogamer Update ровно через неделю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте и заходите к нам на сайт. И отлично проведите выходные, естественно. До скорого!